Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает традиционную встречу с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Начнём с саммита в Негеве. Ну, давайте. Знаете, сегодня, Сергей, 1 апреля, и я, честно говоря, подумал о том, чтобы начать нашу встречу с какой-нибудь шуткой или розыгрышей. Но, честно говоря, настолько нет настроения шутить, что, к сожалению, нет настроения шутить, что, в общем, сегодня говорить мы будем о вещах достаточно печальных, неприятных для Израиля, для будущего Израиля. И, в общем, как-то, несмотря на такой замечательный повод, как 1 апреля, обойдёмся, к сожалению, без розыгрышей шутки. И, действительно, на этой неделе в Негеве, в южной части страны, о котором последовало, мы очень много говорим в контексте того, что суверенитет над Негевом, Израиль, при нынешнем правительстве, к сожалению, теряет с огромной скоростью, отдав это на растерзание исламистам из фракции РАМ, братьев мусульман, фактически, израильских. Мы об этом, может быть, поговорим подробнее ещё во второй части передачи. Там прошёл саммит. И в другой ситуации мы бы говорили об этом саммите очень много и очень оптимистично, потому что это была встреча министров иностранных дел Израиля, госсекретаря Блинкина США и четырёх министров соседних арабских стран. По большому счёту, такого мероприятия в Израиле ещё не случалось. И, конечно, правильно было бы, чтобы оно проходило в столице, в Иерусалиме. Собственно, первые сообщения об этом, которые были брошены в интернет так называемыми трубадурами Беннета, то есть журналистами, которые приближены к премьер-министру и стараются всячески рассказывать о его достижении и их успехах, они сообщили, что этот саммит придёт в Иерусалим. Они потом даже не исправляли себя, хотя с самого начала было понятно, что вряд ли нынешнее правительство настолько сионист, настроено настолько с пассионистом, что пройдёт его в Иерусалиме. Конечно, о Иерусалиме никто в итоге не говорил. А провели его в Негеве, в кибуце Сдебокер, в том самом кибуце, который был создан и который стал поддомом в последние годы жизни Бен-Гуриона. То есть символика, безусловно, была там положительная. Но, увы, в отличие от соглашения Авраама, которые приносили нам постоянно какие-то радостные события, новые успехи, сближения Израиля и средних аравийских государств, на этот раз саммит для Израиля был в лучшем случае бесполезен, а в лучшем случае он ведёт нас к опять старым добрым граблям, на которые так любят наводить Израиль наши левые. И вот, собственно, то, что происходит сейчас. Так, решение о двух государствах возвращается к нам снова. Это, увы, главный вывод из саммита в Негеве, который состоялся на этой неделе. Заключительные речи министров иностранных дел четырёх аравийских государств, равно как и выступления госсекретаря США Энтони Блинкина, в целом и потом во время визита дальше сделали совершенно очевидно. Все гости Израиля открыто потребовали продвижения именно этой повестки дня — решения о двух государствах. Собственно, так называемое решение о двух государствах по сути накопило уже столетнюю историю непрерывных неудач и провалов. Ведь ещё в 1920 году Лига наций предоставила Великобритании мандат на Палестину. Это было после Первой мировой войны. Раздербанили турецкую Османскую империю. В Англии остался Ближний Восток. И, по сути дела, Великобритания получила Палестину, не дав ни кусочка фактически, или почти ни кусочка, скажем, Франции, союзницы по Антанте, под предлогом того, что они брали это не для себя, не как свою колонию, а как будущий дом, родину еврейского народа. И в этом качестве они получили мандат от Лиги наций на то, чтобы подготовить почву для создания там государства для еврейского народа. Но уже спустя два года, в 1922 году, британцы отрезали большую часть земли, три четверти фактически того, что было отдано им под мандат для создания еврейского государства. И вот на этих трех четвертях к востоку от реки Иордан основали арабское государство Трансиордании, сегодня известное нам как Иорданское Хашемитское королевство. Возможно, в теории, эта британская реализация решения создания двух государств, видимо, первая в своем роде, она должна была положить конец арабскому конфликту с Израилем. Но на деле ничего подобного, конечно же, не случилось. Арабы забрали себе Трансиорданию и не только продолжили, но и даже расширили свою войну против евреев. Впрочем, они затем неизменно поступали так всегда, каждый раз после очередной попытки осуществить такое решение о создании двух государств. Ну а потом, конечно, те наши слушатели, которые помнят события 30-летней давности, почти 30-летней давности, помнят соглашение ОСЛО. И вот многие израильтяне, а с ними и друзья Израиля в Америке, вообще на Западе, всерьез полагали, что так называемое решение о создании двух государств окончательно исчерпало себя уже в 2000 году. Именно тогда глава ООН и председатель палестинской администрации Есер Арафат отверг полностью палестинское государство, создание палестинского государства, которое было предложено ему израильским правительством на саммите, Кэм Дэвиде, это был тогда премьер-министр Худбара, и в июле 2000 года развязал против евреев, против Израиля, против еврейского государства, кровавую террористическую войну. Четыре года спустя, в 2004 году, Израиль с немалыми потерями подавил эту террористическую войну Арафата. И вот на этой же неделе мы отмечали 20-ю годовщину этого контртеррористического израильского наступления операции «Защитная стена». Фактически для меня это стала первая война, в которой принял участие, военная операция. Она не была определена в Израиле как война. Первая военная операция, непосредственно настоящая военная операция, в которой мне тогда пришлось тоже принять участие. И вот эта защитная стена 20 лет назад, она положила начало долгому и тяжелому продвижению Израиля к победе. Началось это действительно в последних числах марта 2002 года, после кровавого месяца, в течение которого 130 израильтян были убиты в результате едва ли не ежедневных взрывов террористов-смертников по всей стране. Некоторые дни терактов случалось даже несколько. А всего в той террористической войне Арафата было убито более 500 израильтян и еще тысячи получили ранения. И вот вместо того, чтобы отказаться от катастрофического решения о создании двух государств и взять новый курс, уже несколько месяцев спустя, после того, как было подавлено это восстание, Арафата, мятеж, израильское правительство уже, Ариэля Шарона, вновь реанимировало идею о создании двух государств и двух народов в плане размежевания. Этот план предусматривал, я напомню, сдачу сектора газа, организации освобождения Палестины и изгнание 10 тысяч законопослушных израильских граждан из своих домов в секторе газа и также в нескольких поселках Северной Самари. При этом подразумевалось и было выполнено разрушение их деревень, их ферм, и были выведены войска армии обороны Израиля из сектора газа, в том числе и с границы между сектором газа и Египтом. Другими словами, план размежевания тогдашнего премьер-министра Шарона, он предусматривал создание полностью независимого государства для палестинских арабов в секторе газа в соответствии с решением о создании двух государств. И, конечно же, подобно созданию Трансиордании и предшествовавшему правово-мирного процесса ВОСЛА, выход Израиля из сектора газа и создание там того, что вскоре стало Хамастаном, разумеется, не успокоило арабов ни в Израиле, ни даже уже в оставленном евреями в секторе газа. Арабы просто прикарманили уступленные евреям земли и превратили их в эту полученную территорию в плацдарм для инсталации дальнейшей войны против Израиля. И уже после полностью правдившегося ухода Израиля из сектора газа мы стали свидетелями ещё десятков очередных безумных планов, лицемерных мирных конференций, настырных посланников, в том числе Джон Керри, который приезжал, что я уже не помню, там какое-то безумное количество, рекордное число раз. И все они были приезжены к продвижению решения о создании государства. Но затем на какое-то время сложилось впечатление, что весь этот долгий бесконечный кошмар с несостоятельной политической парадигмой ограничительно и бесповоротно оставил нас. Это случилось во время президентства Дональда Трампа и премьер-министерства Бениамин Натаньял. Но, увы, теперь, когда Трампа сменил Байден, а Натаньял сменил правительство Бенеталапида Ганса Аббаса, на этой неделе весь ужас опять вернулся к нам вот со всем своим грохотом и рёгой. Почему? Что есть такого многократно и эпически проваливаем решения двух государств, что заставляет людей возвращаться к нему снова и снова, возможно, вы спросите. Прежде всего, нужно понять, что решение о двух государствах основано на двух важных предпосылках. Во-первых, первая предпосылка говорит о том, что будто бы существует возможность как-то умилостивить арабов, поскольку у их требований есть разумный предел, и его реально достичь, не уничтожая Израиль. Ну да, арабы чего-то просят, может быть, даже много, но мы можем им это дать, и вот тогда они успокоятся, мы будем жить в мире. То есть есть что-то такое, что мы можем отдать арабам, и тогда наступит полный мир. Это первая предпосылка решения двух государств. А вторая предпосылка говорит о том, что якобы евреи и Израиль являются фактически единственными виновниками вот этого полуторавекового уже конфликта. И поэтому только Израиль несёт всю ответственность за реализацию решения о создании двух государств. И согласно этой предпосылке причина отсутствия мира якобы состоит в том, что Израиль просто жадный и злой. Он предлагает палестинским арабам слишком мало. И, соответственно, задача международного сообщества заключается в том, чтобы заставить Израиль стать более щедрым. Понятно, что антисемиты во всём мире будут цепляться за решение двух государств до конца. И прежде всего из-за этого упомянутой мной сейчас второй предпосылки. Ведь именно она обеспечивает им политику, позволяющую скрывать свой фанатизм. Они не говорят, мы ненавидим евреев. Они говорят, мы вообще любим евреев, но просто они должны поделиться. Они жадные и злые. И вот не хотят, бедных арабов обижают. Если бы они поделились, то всё было бы хорошо. И вот такое решение о создании двух государств даёт право антисемитам всего мира давить и запугивать евреев насильственно, с помощью терактов, насилия, вот как мы видели тогда летом, тогда ещё до выборов Белем и антифа громили еврейские кварталы во время того, когда они поджигали и громили вообще города американские. Ну или же дипломатические. Мы это хорошо обсуждали. Ну и, конечно, кроме антисемитов всего мира, есть другая группа людей. Это те, кто страстно желают считаться великими государственными деятелями, но при этом не желают противостоять врагам Израиля в их неприятии, причём не только на самом деле Израиля, но и Запада в целом. Им тоже нравится решение о создании двух государств. Ведь от Генри Киссинджера до Блинкена госсекретари, уберём тех госсекретарей, которые были и Трамп, использовали решение о создании двух государств в качестве оправдания своего трусливого заискивания перед самыми разными агрессорами от Арафата до иранского диктатора ритовы Аминей. И многие из них надеялись получить Норбливскую премию мира, мы помним, некоторые даже получали за запугивание Израиля. И все они, очевидно, надеялись добиться того, чтобы арабские террористы не трогали бы США, взамен соглашаясь фактически легализовать террор против Израиля. Это вот такая вот подлая политика. Мы договоримся с террористами, чтобы они не убивали американцев, а евреев зато как бы пусть убивают, мы ничего не будем делать. Мы знаем, что это всегда проваливалось, потому что террористы убивали и евреев, а потом убивали и американцев. Ну и, наконец, третья группа — это, в свою очередь, немало израильтян, которые тоже сочли удобным по разным причинам поддерживать решение о создании двух государств. Фактически это решение ведь перекладывает на их страну вину за агрессию против неё со стороны её врагов. Но если только Израиль виновен в отсутствии мира, он же в силах установить мир и решить конфликт с палестинскими арабами без войны. Поэтому в то время, как арабский нарратив полностью перекладывает всю вину за продолжение конфликта на евреев, те евреи, которые признают эту мнимую вину Израиля, они могут объединить свои усилия с правительствами мира и требовать, чтобы Израиль ушёл с контролируемых им земли, передав их арабам. И вот получается такой конгломерат антисемитов, людей, которые хотят сделать политическую карьеру, получить Нобеля за счёт Израиля, и разных израильтян в разной степени, чьи мотивы продиктованы разными соображениями, в немалой мере, как правило, просто недальновидность. Назовём это так. И вот последний визит в Израиль стал для Блинкена довольно щекотливым и непростым. Как раз в этом самом последнем визите, в котором он продемонстрировал снова свою приверженность к продвижению решений этого государства. Я напомню, что вместе со своими коллегами из администрации Байдена Блинкен привержен реализации плана администрации Обамы по переориентации США с Израиля и сунницких арабских государств на Иран. Мы в прошлый раз об этом уже говорили и мне даже спрашивали, а почему? Что, собственно, заставляет Блинкена, Байдена, Адми, Обаму, предвозвестника всего этого, ориентировать, как бы, стремиться к переориентации США на Иран и отдаление от Израиля, ну и сунницких государств тоже заодно. И здесь, мне кажется, в первую очередь, конечно, можно навести любое количество теорий заговоров. Можно говорить, может быть, и не заговоров, на самом деле, вполне себе теории, но просто неподтверждаемых пока ничем, у нас нет фактов. Ну, там можно, наверняка есть какие-то факты, которые есть у иранцев, которыми они могут шантажировать некоторых американских политиков в демократическом лагере. Возможно, там речь идет о каких-то деньгах, каких-то взятках, но не это главное. На мой взгляд, главное это то, что Обама, а вслед за ним и весь нынешний эстеблишмент демократической партии, реальный эстеблишмент, не мастодонты, вроде Байда, на Экилосе. А те реально люди, которые там рулят, с их неамарксистским подходом, они на самом деле ощущают свою как бы духовную близость с иранскими аятолами. Не потому, что они мусульмане, нет. Дело в том, что политический ислам, который продвигают аятолы в Иране, или, например, братья-мусульмане, это суннитский вариант политического ислама, это, в общем, на ментальном и духовном уровне это очень близко к большевизму, очень близко к неамарксизму. Они действительно люди одного духа, в отличие, скажем, от тех людей, как республиканцы или правые израильтяне, которые придерживаются, ну, назовём это европейскими, западными ценностями, уделах христианскими ценностями, как хотите, и которые противостоят сегодня вот этому самому большевистскому братьям-мусульманскому, аятолскому и обамовскому неамарксизму и вот нарративу переположного. То есть это всё действительно глубокое, это больше, чем какие-то взятки, больше, чем какие-то крючки, на которых сидят те или иные политики. Это действительно ощущение общего видения. Так вот, в 2014 году, когда Израиль узнал о планах тогдашнего президента Барака Обамы, премьер-министр Натаньяу развернул против этого сближения США с Ираном, против Израиля и Санитских и Арабских государств за компанию интенсивное дипломатическое наступление. Мы об этом часто очень говорим. И вершиной этой атаки стала знаменитая речь Натаньяу перед совместным заседанием Тангреса в марте 2015 года, где, собственно, он и изложил опасности ядерной сделки администрации с Ираном. И вот тогда сунитские арабские государства во главе Саудовской Арабии, они оценили эти решительные усилия Израиля, на самом деле не Израиля, а именно Натаньяу, и пришли к выводу о том, что настало время отказаться от решения о создании двух государств, потому что непомерные претензии палестинских арамов уже не играли никакой роли для сунитских арабских государств, непомерные в их глазах на фоне экзистенциальной угрозы, которой стал Иран. Причем для них, для арабов эта угроза была не меньше, чем для Израиля, это может быть даже больше. И действительно, когда Израиль выступил против США и Ирана тогда, в 2015 году, саудовцы, а с ними и Эмираты, и Бахрейны, и Египет, и другие арабские государства захотели, чтобы Израиль стал действительно настолько могущественным в регионе, насколько это возможно, поскольку его борьба стала и их борьбой тоже. И именно эта оценка, эта позиция лидеров Саудовской Аравии и Эмиратов легла в основу Арабо-Израильского стратегического союза против Ирана, который, вот этот неформальный союз, в свою очередь, стал уже основой для соглашений Авраам, подписанных Петром. Чтобы заблокировать критику ядерной сделки, которую в США сейчас заключаются иранцами, Плинкин на этой неделе поставил перед собой задачу нейтрализовать вот этот самый израильско-арабский антииранский стратегический союз. И он с огромным успехом использовал для достижения этой цели решение двух государств. Прежде чем Плинкин прибыл на саммит в Негиве, он провел еще один саммит в Рамале в ставке Махмуда Аббаса. Не путать с Мансуром Аббасом, который в правительстве Израиля. Махмуд Аббас, председатель палестинской автономии и нынешний глава ООП, преемника Рафата, он сидит в Рамале. И вот туда прибыл Плинкин сначала, до Негива. И там провел встречу с этим самым террористом главным, фатховским. И уже прибыв в Сдебокер, в Негив, Плинкин использовал встречу в Рамале, чтобы сделать палестинских арабов главной темой разговора. Опять. И учитывая ту экзистенциальную угрозу, которую Иран представляет для стран региона, усилия Плинкина, они бы не имели никаких шансов на успех, если бы не поддержка израильского правительства. Но эта поддержка от нынешнего нашего правительства Блинкин получил. Теперь надо понимать, что без сомнения главным сторонником Блинкина в Израиле является министр обороны Бенни Ганс. Ганс проводит независимую внешнюю политику, полностью соответствующую антиизраильским позициям американской администрации. То есть ему он абсолютно не считается ни с Беннетом, ни с Лапидом, вообще ни с кем. независимые дипломатические эскапады Ганс включали встречи с Аббасом, с королем Айрдан и Абдалой. По сообщениям СМИ на прошлой неделе генер Ганс вообще добивался того, чтобы пригласить и Аббаса, и королю Абдалу на этот саммит в Негеве, что, естественно, положило бы конец всем разговорам об Иране, все бы говорили только о том, что нужно еще дать палестинским арабам. Но Ганс, конечно, не единственный израильский лидер, который умел помогать Блинкину подрывать израильский интерес. Премьер-министр Анасталий Беннет и министр иностранных дел Ейрланд тоже помогают Блинкину. И вот они помогли, когда отказались защитить Израиль от публичных клеветнических заявлений Блинкина о так называемом насилии со стороны поселенцев, как известно, практически не существующим и не представляющим никакой угрозы в отличие от насилия палестинских арабов. На этом саммите Блинкин заявил, что одной из главных проблем Ближнего Востока это насилие поселенцев, то есть насилие еврейских жителей Иудеи и Самарии. Это абсолютная ложь, подлая. Любой израильтянин, даже левый, но разумный, он прекрасно понимает, что главная проблема у нас в регионе есть, она исходит от Ирана и от насилия палестинских арабов. Вообще арабов, которые как жители автономии, так и израильские арабы, которые ненавидят евреев и готовы их убивать. В общем, нынешней неделе это наглядно очень показало. Но Блинкин заявил о том, что проблема в насилии со стороны поселенцев. И вот на фоне нынешнего всплеска террористических атак, которые прошли сейчас, прокатилась по Израилю, это всплеск, мы об этом, видимо, поговорим уже в второй половине, и совершенных в том числе израильскими арабами тоже, поставить Блинкина на место и положить конец разговорам о решении на основе двух государств было бы решено очень легко. Террор израильских арабов, то есть то, что в терроре последние недели прежде всего в большинстве своем участвовали именно израильские арабы. Это наглядно показало, что первая предпосылка решения о создании двух государств в существовании какого-то разумного предела в арабских требованиях она ложна. Если Израиль сдаст Иудею, Самарию и большую часть Иерусалима, этот шаг не принесет мира. Это перенесет войну в Галилею, Негерс и все остальное, что еще останется у Израиля. И по сути это то, что уже происходит. Но ни Лапид, ни Беннет ничего не возразили Блинкину, когда тот публично обвинил их собственную страну, которую они представляли на этом саммите в Негере в вымышленных преступлениях ради поддержки решения о создании двух государств. И продвижение решения о создании двух государств позволило Блинкину уже отмахнуться от возражений по поводу иранской сделки со стороны собравшихся на саммите в Негере региональных министров иностранных дел. То есть они, по сути дела, собирались туда, чтобы сказать Блинкину мы не согласны с этой сделкой, которую вы подписываете. А разговор был полностью переведен на создание двух государств и двух народов. То есть Блинкину этот тема, этот нарратив позволил вообще сменить тему встреч. И в своих заключительных заявлениях по окончанию саммита министры иностранных дел арабских стран уже перестраиваясь на ходу, позабыли об Иране и присоединились к Блинкину, заявив о своей поддержке решения о создании двух государств. По правде говоря, главная причина, по которой уживое решение о двух государствах вновь определяет политику нашего нынешнего правительства, она состоит в том, что некоторые евреи, к сожалению, довольно многочисленное количество евреев в Израиле до сих пор не осознали горькую правду о сути конфликта палестинских арабов с Израилем и о том, что эта идея означает на деле. Ведь решение о создании двух государств по своей сути глобально антиизраильское. Ситуация, когда большинство арабов, живущих в западу от реки Иордан, будь то в секторе Газы, в Иудее, Самарии, в Иерусалиме, в Негиве, в Галилее, даже в окрестностях Тель-Авива или в Шароне, вообще не желают признать право еврейского государства на существование ни в каких границах. Невозможно поддерживать одновременно и израильтян, и палестинских арабов. Нужно выбирать что-то одно. То есть нет арабов готовности найти разумное требование и сказать, окей, вот это мы вам готовы оставить. Они ничего не готовы евреям оставить. Поэтому надлежащим и действительно единственным адекватным ответом на антиизраильское решение о создании двух государств является сианизм. Чтобы бороться с палестинскими, иранскими, американскими и всеми прочими претензиями, Израилю следовало бы принять и поддерживать сианизскую политику во всем разнообразии, по всем направлениям, будь то военная политика, иностранные дела, публичная дипломатия, правовая система, экономика, социальные какие-то вопросы. Без сианизма Израиль не сможет отразить натиск очередного всплеска террора, который вот сейчас начинается и разгорается. Он не сможет преградить Ирану путь к региональной гегемонии, к обладанию ядерным оружием. И он, конечно же, не сможет бороться с администрацией Пайдена, которая способствует сейчас и тому, и другому. Ну, вот, видимо, о терроре в Израиле, о всплеске террора в Израиле, мы поговорим уже после перерыва, да? Да, давайте мы сделаем небольшой перерыв, а я напомню, телефон в студии 847-400-5200. На тот случай, если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, звоните, но уже после рекламы. Открытый диалог с Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если есть вопросы, пожалуйста, звоните. Александр, давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Вы знаете, слушаешь ваше выступление Александра на вопросах. Вопросах, сколько, сколько, насколько люди, я не понимаю, они тоже не понимают, они как бы враги, как писал в свое время Майкл Сэвич, enemy within. То есть, это просто враги своего государства и хотят сделать ущерб, попытку какую-то, просто невозможно это слушать, потому что это настолько прискорблен. А теперь вот такой вопрос. Вы знаете, я очень внимательно слушаю выступление Зеленского перед разными государствами, включая Америку, и я слушал выступление перед израильским Кнессетом, и я был не то, что разочарован, а просто я был в шоке от его заявлений, начиная с Холокоста и так далее, но слова обязан и должен по отношению Израиля к Украине, это вообще должно отвергаться, израиль вообще никому ничего не должен, понимаете, он сам себя защищает и так далее. Какое ваше мнение, вы израильтянин, вы воевали за государство израиль, как вы расцениваете это выступление, потому что меня, она выступает перед другими, сразу выступал в Голландии, перед Голландой, парламентом, все нормально, все нормально, в Америке нормально, а тут он перегнул палку, как не знаю, что, я вас удовольствием послушаю, как всегда, спасибо вам. Спасибо за вопрос, я на самом деле отвечал на него, мне кажется, уже на прошлой передаче или две передачи назад, но я повторю еще раз, я не склонен осуждать Зеленского, то есть, безусловно, все, что вы сказали правильно, и он сделал несколько выпадов, которые, на мой взгляд, ему лучше было не делать и по-другому построить свою речь, но, во-первых, я не считаю, что правильно сейчас осуждать и критиковать лидера страны, подвергшегося вот такой агрессии безжалостной, и у которого сейчас миллионы людей, беженцы, сотни тысяч находятся под бомбежками, обстрелами, то, что происходит на Украине, не буду пересказывать, то есть, безусловно, то, что называется в Иврите, нельзя ловить человека в момент его переживания нервного, но есть еще один момент, как бы не связанный с каким-то психологическим, Зеленский выступал перед израильским парламентом, перед КНЕСом, но его обращение, очевидно, совершенно было не КНЕС и не правительству Израиля. Он мог обратиться к ним по другим каналам и получить возможные ответы другие. Он обращался в этом, как бы, заявлении обществу израильскому. И вы правильно заметили, что этот текст был построен иначе, чем он был построен, когда Зеленский обращался, скажем, голландскому, голландскому, или голландскому парламенту. Потому что Зеленский прекрасно знает, что в Израиле есть огромное количество людей, приехавших из Украины. Он обращался к ним, и он действительно давил на эмоции. Он создавал то, что он умеет лучше всего делать, общественную поддержку в своей стране. Ведь это то, что спасло фактически Украину сейчас. Мы понимаем с вами, что план Путина и Байдена, которые закрыли этот вопрос, и Путин получил от Байдена, видимо, в той или иной мере обещание, что всё будет спокойно. Ты берёшь Украину, поможешь мне закрыть сделку с Ираном, и всё будет хорошо. Этот план был сорван, во-первых, потому что украинская армия оказалась гораздо более боеспособной, чем Россия считала, а во-вторых, потому что Зеленский сумел обратиться к западному обществу через голову политиков. И когда он сумел раскачать западное общество, западные политики европейские, а потом подтянулся и Байден, были вынуждены пойти на поводу у своего общества, потому что им нужно избираться. И то же самое Зеленский делает и в отношении израильского общества. Он обращается через это обращение, он обращался к израильскому обществу конкретной целевой аудитории, людям, приехавшим с Украины, и по сути дела он накручивал их для того, чтобы они больше давили на своё правительство и таким образом помогали Украине. Поэтому, да, безусловно, его выступление было некрасивым в некоторых моментах, но я не склонен сейчас ловить его, подлавливать в той ситуации, в которой наказался Тарас. Во всех я понимаю, что это было заявление не политическое, это было эмоциональное заявление к жителям Израиля, в первую очередь, к тем, кто симпатизирует сейчас в Украине хочет, чтобы Израиль помогал украине больше. Вот как-то. Спасибо, Александр. И следующий звонок, добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Пожалуйста, вот у нас в Нью-Йорке аналогичная передача по Довизораде ведёт передачу Лариса Гейштейн, вами знакомая очень. Вот, и кто-то на её передачу из Израиля позвонил, кто-то из гражданин Израиля и сообщил о том, что новопридывшие беженцы из России и Украины укрепят позиции Либермана в Кнессете, и он увеличит свой мандат своей партии в будущем, правительстве на будущих выборах. И они ему угрожат, и израильтяне опасаются того, что русскоговорящие неевреи Израиля, граждане Израиля потребуют со временем отделения от Израиля и потребуют якобы автономии. Насколько это осуществима эта опасность? Спасибо. Тут нужно разделить ваш посыл на несколько частей. Во-первых, в Израиль сейчас прибыло достаточно большое количество украинских беженцев, не репатриантов, а именно беженцев. Израиль принимает по сути дела неограниченное число беженцев. То есть формально есть ограничения, а реально там столько лазеек в этих правилах, что может любое количество приехать в итоге. Но это беженцы и предполагается, что большая часть из них вернется потом в Украину. Израиль очень трепетно относится, по крайней мере, израильское общество в большинстве очень плохо относится к такому наплыву беженцев и не потому, что нам жалко. Если бы не было бы проблемы, о которой я сейчас скажу, то, пожалуйста, приезжайте, мы поможем, выживите здесь сколько хотите, мы все прекрасно понимаем. В Израиле проблема того, что в Израиле сильные левые круги давно пытаются разрушить еврейский характер государства и создать здесь государство всех его граждан, нееврейское государство. Это делалось с помощью арабов, не прошло. Это делалось с помощью нелегальных инфильтрантов из Африки. Это делается в том числе и с помощью разъевреевания, настраивания против еврейской традиции тех ипатриантов, которые, в общем, приехали по закону о возвращении, но не ощущают себя евреями, являются там, допустим, потомками евреев и так далее. И в этом смысле беженцы с Украины, которые могут потом не захотеть подвернуться и остаться в Израиле, это тоже часть вот этой опасности для огромного количества жителей страны, которые говорят, мы не хотим, чтобы Израиль, еврейское национальное государство, превращалось во что-то другое. Теперь проблема Либермана, да, безусловно, большое количество сейчас репатриантов, именно репатриантов из России и Украины, люди бегут от Путина, люди бегут от войны в Украине, они приезжают сюда, они плохо понимают израильские реалии, и есть большая реальная угроза того, что они проголосуют за то, что им понятно, за русскоязычную партию Израиля, и таким образом Либерман, самый деструктивный, на мой взгляд, самый коррумпированный, опасный и преступный политик Израиля, действительно получит на следующих выборах больше голосов. Есть такая опасность, но что поделаешь, что называется, будем надеяться, что у какой-то части, по крайней мере, новых репатриантов хватит ума этого не сделать. И, как бы, наконец, третья проблема, она кажется сейчас совсем мифической, это то, что в Израиле, как и в других странах с большим количеством русскоязычного населения, Путин, ФСБ, проводят свою программу, так сказать, программа «Соотечественники», и, кстати, в партии Либермана состоит Леонид Летенецкий, который, я не знаю, как сейчас, но раньше он возглавлял израильское отделение соотечественников, то есть партия Либермана была напрямую практически привязана к ФСБ таким образом, и вот эта организация «Соотечественники», она как бы пропагандирует русскую культуру, что, в общем, хорошо, замечательно, кто против того, чтобы, так сказать, Россия пропагандировала русскую культуру, театры, кино и так далее. Вот это дело пытается создавать вот действительно такую внутреннюю оппозицию. В Израиле, вы русскоязычные, вас тут все обижают, давайте объединяться, давайте требовать своих прав, и в начале войны мы действительно видели объявление, которое распространяло Тель-Авивское представительство этой организации «Соотечественники», что если вы столкнулись с тем, что вас как русскоязычных, как русских обижают, пишите нам, мы будем разбираться. Все это выглядит действительно очень нехорошо. И в свете того, что было в Украине, мы понимаем, что завтра, например, Россия может попытаться создать Батьямскую или Аждоцкую народную республику, так сказать, для русскоязычных. Этого не произойдет, видимо, потому что, в частности, например, у Израиля все-таки есть ядерное оружие, и в отличие от Украины, Израиль давно знает, что надо уметь себя защищать, и может сделать это очень решительно. Поэтому будем надеяться, что до такого не дойдет, но да, это безусловно, существует такая опасность. Я очень надеюсь, что те, кто приезжают сейчас из России, они все-таки приезжают с некоторым пониманием того, что из себя представляет Путин, и они не станут объектами для работы соотечественников, по крайней мере, опять же, в большинстве. Сергей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, такой вопрос. Если один из родителей еврей, а другой украинец, можно ли претендовать на репатриацию в Израиль? Да. Значит, закон о возвращении, который позволяет вам получить израильское гражданство, он говорит о том, что если не только один из ваших родителей, но даже если, скажем, один из ваших бабушек или дедушек. Более того, тут фокус еще и в том, что еврейство определяется по матери. То есть, скажем, если ваша мать еврейка, то вы становитесь автоматически евреем как бы в первом приближении, а не наполовину. Таким образом, на ваш вопрос конкретный, если кто-то из ваших родителей еврей, а второй нет, да, вы имеете право на репатриацию в Израиле, получили ограждаться. Это так. Спасибо большое. Спасибо. 847-400-5200, телефон нашей студии. А в Израиле в последнее время участились в случае терактов? Да. В Израиле в эту неделю, в неделю саммиты, в неделю возвращения к идее о решении двух государств, произошло сразу три теракта. Вообще, в этом месяце было уже около десяти терактов серьезных, то есть, несерьезные теракты, мелкие, как бы их даже не считают, а тут десять или даже больше. И в рамках этих терактов трех, как бы последних, самых серьезных, одиннадцать человек было убит. По сути дела, в Израиле произошло то, о чем мы забыли в последний год, начиная где-то с 2014-2015 года, при Натанияу теракты практически в Израиле прекратились. И когда случая история про теракты, это обычно происходило в Европе, в Америке, но не у нас уже. Сейчас-то все снова вернулось к нам, но с одним очень существенным, очень серьезным отличием. Речь идет о том, что большую часть вот этих самых серьезных терактов проводили, организовали израильские арабы. Израильские арабы, граждане Израиля. Не арабы из Иудеи, Самарии или Газы, а граждане Израиля. Это то, о чем я вам говорил в первой части. Это говорит о том, что нет никаких шансов дать что-то арабам и успокоиться на этом, и они создадут свое государство, мы создадим свое. Нет, они хотят отобрать у нас все, и они не готовы наменьшить. Другой, конечно, момент еще, вот это тоже активное участие израильских арабов в последних терактах, серьезных терактах за большим количеством убийств, он, как бы, трудно не увидеть корреляцию с тем, что израильское правительство, самое антисионистское правительство в истории страны, нынешнее правительство, перечислило миллиарды шекелей, по сути дела, в полное распоряжение исламистской партии РАМ, партии братьев-мусульман, и фактически, что бы сейчас правительство не заявляло, пытаются нам представить нынешние теракты как теракты боевиков-ветеранов исламского государства. В Иране есть несколько сотен боевиков исламского государства, вернувшихся из войны в Сирию, почему-то не сидящих в тюрьме, ну, понятно, почему, и, мол, это они, такие одиночки, ничего страшного, как бы, это не Хамас, например, и даже была опубликована такая указивка, которую распространял пресс-служба Беннета своим журналистам, что подчеркивать, это не Хамас, это ИГИЛ, такой абстрактный ИГИЛ, исламское государство, а вовсе не Хамас, и, конечно, уже не братья-мусульмане, которые у нас в правительстве. На самом деле, это, конечно, игра словами, это очень подлая игра, потому что эти люди, совершавшие теракты, израильские арабы в том числе, представители, может быть, они, конечно, к ИГИЛу тоже себя причисляют, но в первую очередь не причисляют себя к северному крылу исламского движения Израиля. А партия араб, которая в правительстве, это южное крыло исламского движения Израиля, понимаете? И даже вот в сети ходили очень характерные, очень говорящие, как бы лучше любых объяснений, фотографии. Вот террорист, который, израильский араб, который был уничтожен во время теракта, вот он обнимается с главой северного крыла исламского движения. А вот глава северного исламского движения, он сидит в тюрьме, к нему пришел его проведать глава южного исламского движения Мансур Аббас, который сейчас является министром правительства Израиля, понимаете? То есть через два объятия Беннет, который обнимается в свою очередь с Мансуром Аббасом, обвинялся с террористом. И доказывать нам, что это не связано, что Мансур Аббас это Мансур Аббас, северное крыло это северное крыло, а делу и теракты вообще ИГИЛ это можно только людям оболваненным пропагандой. То есть тем, таким же зомби, который сейчас в России верит в то, что украинцы запускали голубей с бацилами против русских людей. Это один момент. Другой момент очень важный, я хочу подчеркнуть его, для израильтян он более понятен, для тех, кто слушает нас за пределами Израиля, это важно подчеркнуть. В последних двух терактах, самых серьезных, самых страшных, в первом теракте одним из убитых полицейских израильских был араб, израильский друз, который был полицейским, фактически боец пограничной полиции, который был застрелен террористом. То есть он был одной из жертв. А во втором теракте человек, который фактически, полицейский, который фактически бросился на террористов и принял бой и погиб от ран, но уничтожил террористов, был израильский араб-христианин. То есть понимаете, все очень сложно. С одной стороны, израильские арабы, мусульмане участвуют в теракте, с другой стороны, их жертвами и не только евреи становятся. Но в одном случае это был боец пограничной полиции, в другом случае полицейский, израильский араб-христианин. То есть всё-таки, когда после того, как этот араб-христианин, он лежал там, его увезли в больницу, и он умер уже по дороге в больницу, а толпа возмущённых людей собралась в браке и стала кричать «Смерть арабам!». Это был, безусловно, очень неловкий момент, некрасивый. Потому что, да, понятно, что нас убивали вот эти самые арабы-мусульмане, но другой араб, христианин, но тоже араб, он вас практически защищал, и он погиб в этой войне. И этот важный момент, который нужно хорошо понимать, что ситуация в Израиле стала намного сложнее, чем она могла оказаться раньше. И я не знаю, Сергей, у нас есть ещё немножко времени? У нас ещё 4 минуты времени. Есть ещё момент такой. В Израиле существует негласная, но устойчивая традиция на похоронах жертв террора обязательно присутствуют представители правительства. И вот когда где-то неделю назад был первый такой серьёзный террор, в Бершеве погибла женщина, жена полицейского, и прибыл министр полиции от партии труда, от нашей, так сказать, левой социалистической партии труда, на этой похороны, чтобы поддержать мужа безутешного, и заявил на этих похоронах, что мы не успокоимся, пока не поймаем террориста. И народ загудел от возмущения, потому что этот террорист был застрелен во время теракта. И кому, как не министру полиции, знать о том, что террорист, который совершил это преступление, застрелен? То есть насколько нужно быть оторванным от ситуации, чтобы вот такое повторять? И, видимо, чтобы не повторять подобных ошибок. То есть нынешнее правительство настолько с презрением относится к обществу, настолько вообще не знает, что происходит, что они могут прийти на похороны и формально, так сказать, пробудить что-то, не соображая, что они бубнят, таким образом как бы оскорбить людей. И вот было принято, видимо, у них решение, и на похороны жертв теракта в Бнойбраке уже не прибыл ни один представитель правительства, ни один. То есть эти люди, по сути дела, не захотели смотреть в глаза тем, кого они продали ради своих постов в правительстве сломистами и слевыми радикалами. А потом Беннет ещё на этом саммите в Негиве, он, так сказать, двинул речь, и в этой речи он заявил о волне террора. Волна террора у него такая как бы была, как, знаете, землетрясение или цунами случается, никто не может предугадать, и поэтому случилось землетрясение, случилось цунами. Такая вот нелепость произошла, и мы должны быть к этому готовы. Волна террора. Но волна террора, это же совсем другое. Волна террора — это длинные цепочки людей, которые подстрекают, которые готовят этих террористов, которые добывают для них оружие, которые добывают для них деньги. И эти цепочки, только на самом конце есть боец, вот тот, кто выходит и начинает стрелять, или убивать, или взрывается. И израильское общество, как бы налогоплательщики, платят колоссальные деньги службам безопасности, чтобы вот эти цепочки выявлять и уничтожать. И когда Беннет говорит, что это как бы само по собой произошло, он буквально расписывается в своей собственной некомпетентности. И, по сути дела, это означает, что ему нечего делать, если премьер-министр, потому что у Натаньял-то было по-другому. Да, вот при Натаньял тоже пытались поднимать арабы голову. И он умел купировать эти ситуации, он умел подавлять террор и наводить порядок. А что говорит Беннет? Беннет говорит, люди, у которых есть право на оружие, ходите с оружием на улице. Это, на самом деле, неплохая идея. Это правильно. В Америке, во многих штатах, это хорошо очень будет понятно, скажут. Да, чем больше людей граждан со своим оружием на улицах, тем быстрее пристрелят террористы. Это правильно. Но здесь тот очень важный момент. Это не должен говорить премьер-министр в такой ситуации, когда волна террора, потому что мы ожидаем, чтобы премьер-министр решить наши проблемы. Он нас защитит, мы ему за это деньги платим. Они скажут нам, ребята, разбирайтесь сами. Кроме того, в Израиле есть огромное количество людей, которые, да, имеют пистолеты, но его не вынимали по 10 лет из сейфа. И вот сейчас они выйдут на улицу, перепуганные. И когда произойдет реальная какая-то опасная ситуация, те, кто владеют оружием, прекрасно понимают, как легко в суматохе начать стрелять просто по движущимся мишеням и убить не террориста, а просто случайного человека. В Израиле был такой случай, совершенно ужасный, когда был теракт на автобусной станции в Вершеве. И какой-то нелегал, африканский негр, он испугался, и он закричал, начал молиться, он был мусульман, и он стал молиться, кричать «Аллах Акбар!». Он просто молился от ужаса, потому что он не хотел, чтобы его убили. Но гражданин с оружием, увидев человека, явно, так сказать, нееврейской внешности, кричащего «Аллах Акбар!», он его застрелил, и только потом выяснилось, что, в общем, этот несчастный нелегал никакого отношения к теракту не имел. Поэтому, когда Беннетт нам говорит, в общем-то, боритесь с террором сами, это выглядит и нелепо, и подло, и, конечно, очень опасно. И это продолжает его общую политику. Как с экономикой, по-суть дела, он нас бросил и сказал, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Как с эпидемией короны, когда он сказал, ну что, он умирает, люди не умирают, что ж теперь делают. Да, то есть, как бы, зачем бороться? Ну, умирают же. Как теперь он с волной террора творится? Ну, вот, как-то так, к сожалению. Я понимаю, что время у нас закончилось. Да, к сожалению, времени больше не осталось. Огромное спасибо, Александр, и до встречи в следующий раз. Берегите себя.